Почему инвестиции в акции – это идеальный вариант для новичка, я уже рассказывал. Посмотрите это видео. А сейчас подробно о том, где и как купить акции, чтобы получать дивиденды. Смотрите. Приобретая акцию, вы превращаетесь в совладельца компании и имеете право на часть от ее прибыли и имущества. Но это еще не значит, что дело сделано, а дивиденды потекут на ваш счет рекой. У компании может и не быть прибыли. Нет никаких гарантий, что она не станет банкротом и не продаст все имущество за долги. В таком случае вы вообще ничего не получите за свои активы. И об этом нужно помнить всегда. Что тогда делать, чтобы этого не случилось, спросите вы. Для этого нужно провести предварительный анализ рынка. Один из вариантов снизить риски – вкладываться только в стабильные и прибыльные компании. Активы таких компаний, а заодно и сами компании, называются «голубые фишки». Они почти всегда приносят прибыль владельцам. Не сказать, что большую, но зато стабильную. О том, какие компании будут платить дивиденды и сколько заплатят в этом году, я расскажу в одном из следующих видео. Поэтому не забудьте подписаться на канал. А мы идем далее. Давайте теперь покажу, как правильно покупать и продавать акции на бирже. Эта инструкция снизит риски и убережет от типичных ошибок. Чтобы начать торговлю, понадобится брокерский счет. Его можно открыть онлайн. Рядовому инвестору без брокера никуда. Брокер действует на рынке от вашего имени. Он покупает, продает, заключает контракты на бирже. Ведет учет ваших активов. Ведет сделки и сообщает вам информацию о ходе торгов. Составляет отчеты о сделках и движениях ценных бумаг. И, что немаловажно, работает вашим налоговым агентом. От выбора брокера во многом зависит прибыль и ваше спокойствие. Список лицензированных брокеров есть на сайте Центробанка. В описании под этим видео я также приведу компании с выгодными условиями работы на бирже. Для открытия брокерского счета нужен первоначальный капитал. У всех брокеров свои условия для открытия счета. Одним достаточно 10 тысяч рублей, другим подавай 50 или 100 тысяч. Но сколько бы вы ни вложили, это будут ваши деньги, которые пойдут на приобретение активов. Замечу, что для достижения более серьезного результата нужна солидная сумма. Прибыль измеряется в процентах от вложений. Потому чем больше вы вкладываете, тем выше будет заработок. Но и риски увеличиваются пропорционально. Имейте в виду, что не стоит вкладывать последние деньги. Те сбережения, без которых уровень вашей жизни существенно понизится. И которые вам нужны на насущные нужды. Поскольку игра на бирже – это процесс не только рискованный, но и долгосрочный, о вложенных деньгах придется на время забыть. Обычно, покупая ценные бумаги, инвестор рассчитывает на два вида получения дохода – через дивиденды и через капитализацию, то есть повышение стоимости акции. Дивиденды выплачивают не все компании. Некоторые платят их раз в год, другие еще реже. Иногда руководство обещает платить, но не платит. То прибыли недостаточно, то еще появляются какие-нибудь другие причины. Поверьте, такое бывает частенько. В комментариях к этому видео я напишу про несколько таких вот компаний, от которых стоит держаться подальше. А вот профессиональные трейдеры не особо рассчитывают на дивиденды и зарабатывают в основном на капитализации, повышении стоимости активов. Но даже бумаги всемирно известных компаний не всегда по итогам года оказываются в плюсе. Поэтому нужна диверсификация портфеля, чтобы снизить риски, грамотно распределив инвестиции по разным инструментам. Что касается стратегии торговли, то для новичков лучший вариант – это осторожная игра с бумагами крупных и стабильных компаний. Но и тут есть свои нюансы. О том, как анализировать и выбирать акции компаний для покупки, на нашем канале есть отдельные видео. Рекомендуем их внимательно посмотреть. Ссылки на обучающие видеоролики про технический и фундаментальный анализ акций я также оставлю в описании. Ладно, идем далее. После открытия брокерского счета вам останется только перечислить деньги и начать торговлю. Дальнейшие действия зависят от выбранного тарифа и стратегии. Для торговли онлайн нужно установить софт – торговый терминал. Программное обеспечение имеет предельно понятный функционал, но прежде чем начать торги, стоит потренироваться на демо-счете. Дальнейшее дело техники и навыков. Если у вас их нет, пользуйтесь подсказками экспертов. Не стоит полагаться на интуицию, чутье и прочую эзотерику. Новичкам такие вещи только мешают. Даже трейдеры с многолетним стажем редко говорят о прозрениях и откровениях. Они полагаются на статистический анализ и математические прогнозы. Универсальный совет новичкам – инвестируйте в надежные компании. Выберите 5-7 компаний и распределите активы между ними. Руководствуйтесь правилом, которое обогатило тысячи людей. Чем проще стратегия, тем она надежнее. Люди бывалые советуют потренироваться на демо-счете перед реальной торговлей. Совет дельный, но помните правила. Игра на виртуальные деньги и торговля с живыми деньгами – это две большие разницы. Самый неразумный подход – покупать по принципу «нравится-не нравится». Не стоит также следовать советам друзей или знакомых, не имеющих отношения к профессиональному трейдингу. Инвестируйте трезво и правильно. Слушайте подсказки профессиональных участников рынка. Вложите большую часть средств в «голубые фишки», меньшую – в развивающиеся перспективные проекты в области цифровых технологий или телекоммуникаций. Периодически проводите оценку инвестиционного портфеля. Как только текущая стоимость превысит определенный порог, продавайте те активы, которые выгодно продавать, и выводите прибыль. Или не выводите, а вкладывайте в другие инструменты. Как однажды сказал великий инвестор и главный инвестиционный гуру в мире, Уоррен Баффетт, никогда не покупайте долю в компании, если вы не понимаете, чем она занимается и на чем делает деньги. А теперь крайне полезная информация не только для новичков. Смотрите, инвесторы и трейдеры без опыта часто впадают в панику и спешат избавиться от активов, едва те упадут в цене на пару пунктов. Знатоки советуют поступать наоборот, покупать, когда все продают, и продавать, когда все покупают. Вот еще несколько ситуаций, когда продажа акций принесет вам убытки. Первое. Срочно понадобились деньги. Чтобы избежать подобного, вкладывайте в биржу только свободные финансы. Эти деньги не должны быть последними или предназначенными на оплату насущных потребностей. Вынужденные продажи почти никогда не бывают прибыльными. Второе. Кончилось терпение. Умение терпеливо ждать и следовать заранее разработанному инвестиционному плану качество профессионального инвестора. Хотите иметь максимальную прибыль, действуйте прагматично, разумно и без суеты. Третье. Акции быстро выросли в цене. Погоня за сиюминутной выгодой вряд ли принесет большие деньги. Кроме того, привычка сразу избавляться от активов при повышении стоимости – признак новичка. Опытный инвестор знает, если цена начала расти, эта тенденция будет некоторое время продолжаться, пока не достигнет своего пика. Успешный инвестор умеет точно определять время, когда продажи будут максимально выгодными. И четвертое. Плохие новости в СМИ. Телевидение, газеты и особенно интернет-источники любят пугать держателей ценных бумаг плохими новостями. В большинстве случаев это происки тех, кому понижение цены на те или иные позиции выгодно. Но есть исключения, а именно достоверная инфа о смене тренда или банкротстве компании-эмитента. Ладно, на этом пока все. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк под видео. В описании вы найдете еще больше полезного контента. Продолжение следует...